За моими плечами вот это вот уникальные сборы. Вы не обращайте внимание, я как вам сказал, собирать все подряд. Потом прекрасные, отличные игрушки будут съедены и подарены друзьям. Друзей хватает. Вот когда это получается ведро почти чистое, а вот это на семена. Вот это уже на семена. Так, теперь тут у нас, друзья, проблема. Мы можем сейчас встряхнуть вот эти груши. У нас на деревьях их полным-полно. Вот. Да-да, слушай, а я вот, что ты мне сдаешь? Ну, спасибо, угостила. Спасибо. Ухлезаешь, что это мелба, да? Да. В этом году она такая мелкая, стыдно показывать зрителям. Вот. Павить Яковлева. Упавшие собираем. Можно потрясить дерево. Жалко. Тогда они... получается... Ах, это надо отдельно вам показывать. Сейчас покажу. Сейчас я закончу с ними. Так, вы пока закончили? Ну да. Три ведра. На двое их 300 рублей. Сейчас смешная цена. Ну, мне 100, Соня, 200, а на два собрала. Да? Да. Нормально. Ну, тогда уходите отсюда. Так, потом будет решаться вопрос такой. Что нам делать? Брать стремянку? Снимать вот эти? Ну, да, я буду... Стремянку я нашел, она там за сараем. Давай, думай. Дело в том, что есть проблема с неснятыми грушами. Знаешь, какая? Ой, это надо всем рассказывать. Ну, пока отдохнете. Ну да. Все, пока. Что, мы одно ведро оставим? Почему? Ну, она не унесет, поди. Ты, она. Нет, ты унесешь. Три? Два. Ну, одно оставим. Ну, одно, это я вот там поставлю. И потом заберу его. Сейчас я объясню, в чем заключается проблема. Упавшие собирают легко. Ну, часть из них уже видели, не годятся. Но они переспели. Это готовый материал для сбора семян. Как ни странно, многие люди надеются с семян сладких в культурных грушах получить прекрасные деревья. Не отговариваю и не уговариваю. Вот, посмотрите, видите? Когда обламывается вот так, видите? Плодоножки нет. Она осталась на дереве. Это лучший вариант. Так? Вот. Она и так может оторваться. Раз. Теперь смотрим полностью плодоножку. Ну, например, вот они, видите? Теперь что получается? Здесь она дольше может пролежать, потому что вместо соединения здесь ранки нет. Зато плодовое образование имеет раночку. Хорошо, когда она сама отвалилась, значит, раночка затянется. А сейчас проблема. Мне ее надо решать. У меня там полно груш. Да и там. Вон, пойдемте туда. Вот. Да и там. Там, конечно, без стременки делать нечего. И к ним еще мы даже и не подходили. А там самая лучшая сорта. Возьмешь, оторвешь прямо с дерева. Вот. Я уже в отчаянии говорю. Если у вас дерево близко, не надо до цыпочки, не надо лесен, возьмите ножнички, аккуратно обстерегите так, чтобы половина плодоножки оставалась в груши, а половина на дереве. Вот, любуйтесь. Вот, видите, что делается. Ну, ладно, возьмем самые низкие. Вот. Еще раз говорю, не обращайте внимания. В среднем груша в два раза меньше, чем каждый год. Вот, видите? Все знают о Сене Яковлево. Чудо груша. Что мы, получается, делаем? Уже на дереве переспел. Вроде бы можно снять. Я пожертвую. Смотрите, часто отрывается вот так. Видите? Что получается? Вроде бы она уже ей не нужна. Она уже даже эта, эта самая, эта парша. Запомнили? Запомнили. Гриб. Такой. Смотрите на эту ранку. Видите? Теперь, я ее отломал, она теперь до осени не... Видите эту ранку? Вот, где большой палец. Вот. Небольшой палец. Она теперь не заживет. И вот это вот, или отомрет, вся вот это вот плодовое образование. Плодушка, так, по-простому. Или замерзнет, или пропустит урожай. И вот этих уже не видать. Вот с этих вот. Видите? На следующий год. Она же несколько лет плодоносит. Вот она, плодовая пучка. Она уже не заплодоносит. Вот так вот, друзья. Остается варят. Ну, например, щадящий варят. Я могу попробовать это сделать. Сейчас наклоню. Могу попробовать это сделать руками. Смотрите. Ломаю ровно посередине. Видите? Внимание. Значит. И... А это осенний яхол. Она может храниться до декабря. В холодном месте. Но если вот тут вот нет ранки. Вот тут. Полплодоножки уже хорошо. И... Вот эта часть пока будет... Помаленечку, помаленечку. Будет отсыхать. На следующий год можно надеяться, что вот эти почки соседние. Вот они плодовые. Дадут урожай. Вот. Но... Еще такой момент. Еще такой момент. Ждать. Смотрите. Вот тут плохо видно. Урожай очень приличный. На каждом дереве ветер по 5-10. Это вам кажется, что их мало. Просто они зеленые. А на самом верху вообще ужас что творится. Вот. Достать их невозможно. Никаких ножницах речь не идет. Как упадут, так упадут. Вот смотрите. Упали, упали. Но это еще первое. Самое неполноценное. Мы их вообще не собираем. Это паданка. Вот. И где-то через неделю они начнут падать уже созревшие и перезревшие. Но это будет через неделю. Вот. Ну, например, мое любимое дерево. Смотрите. Оно чуть раньше плодоносит. Видите. И уже, в принципе, эти груши можно кушать. Вот. И когда приезжают гости, я перезреваю. Собирайте все подряд. Они едят эти груши. Вот они. И нахваливают. И нахваливают. Некоторые бывают чуть побитые. Вот некоторые совершенно чистенькие. Ну, а главное, они еще зеленые. И ждут своего часа. Видите. Да, еще. Вот это вот. Так. Ну-ка, может, следующую серию начнем. Увидел одну полезную, нужную вещь. Так. Заканчиваю разговор про то, что груши. Вот они. Видите. И попробуйте вы сейчас. А они уже спелая зрелость. То есть уже надо кушать. Вот сейчас. Попробуй обломать. Все отломается. Страшная рана. Попробуйте каждую. Вот смотрите. Вот. Видите. Вот. Что получается. Получается, что вы знаете, что есть зрелость съемная и зрелость спелая, так назовем. Это разные вещи. Так. Вроде объяснил. Ну. А еще такое дело бывает. Но это будет уже тема следующего разговора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok